здравствуйте сегодня мы с вами свяжем необычный красивый объемный шнур гусеничку начинаем работу с 3 воздушных петель 1 2 3 и вводим крючок во вторую петельку от крючка выполняем столбик без накида далее следующую воздушную петлю опять вводим крючок и выполняем опять столбик без накида выполнили далее поворачиваем работу так как будто мы с вами листаем книжку странички книги и вводим крючок в нашу одну боковую петельку вот так обратите внимание сверху вводим крючок и цепляются за эту петельку захватываем рабочую нить и выполняем столбик без накида далее обратите внимание у нас с вами образовалась две боковые петельки и если вы дали развернете образовалась еще две боковые петельки мы будем провязывать все боковые петельки 2 которая у нас с вами образуются не до поворачиваем потихонечку справа налево так как будто мы перелистываем листочек нашей книги но не до конца и провязываем все наши две петелечки боковые которые будут образовываться повернули опять у нас образовалась две петелечки вводим крючок выполняем столбик без накида немножко ниточка запуталась сейчас мы с вами провяжем 2 вытягиваем рабочую нить выполняем столбик без накида опять поворачиваем работу опять хорошо видно наши две с вами петельки в которой мы вводим крючок выполняем столбик без накида опять захватываем 2 и выполняем столбик без накида у нас с вами получается трехгранная объемная гусеничка или объемный шнур гусеничка данном случае у нас с вами получилось три грани и так будем с вами продолжать необходимое нам количество рядов видим вот уже прорисовывается у нас красиво с вами объем давайте немножко еще провяжем всегда видите дано как она сверху смотрится видно боковые наши грани видно хорошо всегда сверху вводим крючок захватываем и выполняем столбик без накида опять сверху вводим крючок захватываем две ниточки выполняем столбик без накида сверху вводим крючок захватываем 2 ниточки столбик без накида опять вводим крючок и видим красивый объемный шнур гусеничка хорошо видно у нас с вами получается такой красивый трехгранный объемный шнур гусеничка грани шнуре может любое быть количество но сегодня мы с вами выучили именно трехгранный объемный шнур гусеничку давайте еще повторим провязывание нашего шнура и посмотрим что у нас получится вводим крючок сверху захватывая 2 ниточки 1 2 и провязываем столбик без накида опять поворачиваем захватываем 2 ниточки хорошо видно провязываем столбик без накида опять сверху вводим крючок опять захватываем 2 нити и столбик без накида и так мы с вами будем выполнять необходимое количество рядов у нас с вами получился такой красивый объемный шнур гусеничка обратите внимание на то что он еще и закручивается вокруг своей оси хорошо виден объем вы можете его использовать для декора любых вязаных изделий для ручек для браслетов и любых поисков творческих вам успехов декоративно Продолжение следует...